Обоснованы ли инициативы по внедрению agile? Не всегда. Ну, как я уже сказал, зависит от того, понимают ли люди, что они хотят пофиксить, к каким последствиям это приведет. Бывали случаи, когда скрамом, потрясающий кейс, убивали поставку. Алексей Ильичев, клевый чел, рассказывает на ютубе, посмотрите, про то, как убить поставку скрамом. Есть эффект локальной оптимизации. Если мы говорим про вас, если вы думаете, стоит ли пробовать или не стоит пробовать, проведите ретроспективу. Я серьезно. Ваша задача просто встретиться со своими коллегами и поговорить на тему того, каким образом мы сможем сделать лучше. Это и есть agile. Нет такого, что у вас есть некий процесс, который вы должны построить. Если у вас, допустим, этот процесс есть, то все равно в этом нет никакого смысла, потому что вы не адаптируетесь постоянно к тому, что меняется в окружении, в компании, внутри компании. Если вы проводите регулярно ретроспективы, в вашем контексте, конкретно в вашей ситуации, вы выстраиваете конкретно необходимые вам процессы. С той доликой command and control, с той доликой свободы, которая именно вам нужна. Да, это не особо сильно популярно, если мы говорим про скрам, но это супер подходит, если вы практикуете Kanban метод. Продолжение следует...